Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут покупочки Fixed Price. Новинки! Охренительные новинки! Итак, давайте начнем с самой охренительной новинки, которая мне вообще понравилась. Я сразу ее заграбастала с руками и ногами. Это вот такие вот две охренительные рамки! Эти рамки, они светятся после того, как я купила ту другую рамку, которая светится. Эти, они еще красивее, смотрите. А там еще голубая была? Блин, голубая. А что я не взяла голубую? На самом деле у меня сейчас некоторые перемены идут, и, в общем-то, мне для дизайна нужна еще и голубой цвет. То есть у меня здесь будут розовые, белые такие, а вот еще голубой будет. Ладно, короче, надо будет и голубую рамку взять. Я взяла вот такую розовенькую, взяла вот такую беленькую. Давайте скорее откроем их и заценим. Смотрите, какие они красивенькие. Вот она беленькая. Я думаю, здесь будут гореть по периметру. Нам также нужно две батареечки сюда и такая же розовенькая. Тоже две батареечки сзади и вот такая красивая. Думаю, вот это должно все гореть. Сейчас я принесу батарейки. Здесь нужны батарейки ААА маленькие. Сейчас мы их засунем и запробуем. Итак, первую мы проверяем. Включаем белую. Та-дам! Блин, ну совсем другое дело. Она намного круче смотрится, чем та. Потому что в той была тень от места, где батарейки. Смотрите, как же мило! Боже, Wix Price вообще радует. Та-дам! Белым светится, не желтым цветом. Вот здесь немного желтоватые такие вот они. Видите? Вот, они желтые здесь. А здесь прям белым светится. Охрененно! Это просто идеально для моего фона. Просто, девочки, идеально! Я найду фотографию, которую туда поставят. Прям две такие, да? Мало того, что тут свет, видите, у меня подсвечивается. Все красиво. Все для вас и для ваших глазков. Но подождите, впереди вас еще ждет много-много приколюх. Закончим с рамками. Я взяла еще одну вот такую белую рамку. Просто белая. 99 рублей. Эти по 200. Это не светится ничего. Просто белая. Знаете, когда все надоест, белая никогда не надоест. Она может стоять просто с красивой фотографией. Ну, разными фотографиями. Вот. Ну, А4. Альбомный листик. Вот. Фотография влезет. Так, с рамками все. Дальше в фикс-прайсе я увидела вот такие интересные боксики. Боксики, можно так сказать, да? Баночки для хранения сыпучих продуктов. Это две штучки. 77 рублей. Мне показались они интересные. Они из пластика, то есть они не разобьются. Мне нравится, когда, знаете, открываешь и вот прям огромная, огромная ложкой залез. То есть не узенькая ничего, да? И вообще классно. Так, блин, надо было больше купить. А здесь еще есть деление. Смотрите, 200. Написано 200. То есть можно даже отмерять. 200. 200 деления есть. И больше нет деления. Только 200. А на второй. И на второй есть. Классный. Слушайте, пудровый цвет такой розовенький. Очень красиво. Я, наверное, возьму еще. Потому что они прикольные. Кофе насыпать. У меня кофе в больших банках. Вообще люблю, когда все красиво организовано. У меня просто в банках такие, знаете. Мне главное, что там вот широкое вот это горлышко, что я ложкой столовой хоть могу зачерпнуть. А так с собой взять, например, даже можно в поездку. Оно и не разобьется, и удобно брать. Вообще классно. Классные штуки. Кстати, баночки еще, смотрите, ставятся друг в друга. Здесь вот такая выемка есть немножечко. И они очень компактно. То есть здесь внутри, а здесь снаружи. Очень компактно ставятся. Классно. А теперь давайте поедем все, что я взяла для Денечки. Короче, говоря, девчонки. Вот. Вот эту вещь, на самом деле, уже давно-давно меня спрашивали. Сирена, а ты покупала Денни душ в фикс-прайсе? Я говорю, душ? Какой душ? Типа в фикс-прайсе продается душ. Я говорю, нет, не покупала. Самое интересное, что я не видела даже, что там душ продается. А тут я зашла в один фикс-прайс. У нас есть один фикс-прайс. Он большой, и он самый непроходимый. И там всегда есть все новинки. Вот. Девчонки. Короче, вот такой вот душ. Мне самой стало интересно. Стоит он всего 200 рублей. Мы с вами его обязательно затестим сейчас. Я люблю вообще Деньку занимать чем-нибудь в душе, чтобы он не плескал водой в разные стороны. Короче. Я так понимаю, что вот эта фигнюшка, она должна быть в ванне, когда ванна набралась. Кстати, у нас в последнее время ванна не набирается, что-то там с резинкой, она неправильно установлена как-то. И у нас спускается вода. Мы уже и так и сядь, пробовала ее установить. Не знаю, что сделать, надо сделать. Потому что здесь вода, как я понимаю, должна быть наполнена. Вот эта штучка, она у нас опускается в воду. Эта штука нажимается, и отсюда течет водичка. По логике я так понимаю. Или, возможно, ее не надо все время нажимать. Ее один раз нажал, и все, и течет водичка. А тут, видите, дырочки такие мелкие. Ну, мне кажется, Деньке это очень понравится. А сзади она крепится на ванну вот такими присосками. Напишите, девчонки, кто пробовал такой душ, кто успел такой застать. Как вам, как вашим деткам. Очень интересная вещь. А мы попробуем с Денькой сегодня. И я вставлю видео. Нажимай. Нажимай. Ух ты! Какая крутая штука! Давай, сми, День. Ой, течка льется. Такая штука там плохо держится, да? Она все время куда-то слетает. Ну да. Она вообще веселая вещица. Нравится, День? Классно, да? Да. Давай, нажимай. Вот так. Ой, красота! Я думаю, я думаю. Следующая это гитара. На самом деле на эту гитару я давно поглядывала. Не знаю, почему я еще до сих пор ее не купила Денни. Эта гитара не такая, как та гитара, которую я дарила. Этих еще не продавалось, как я дарила своей подружке и ее пацану. Он ее в этот же вечер, через пару часов буквально, что-то там с ней сделал. Она пополам ее переломила. Это светится гитара. У нее тут 15 мелодий. А та просто струнная. То есть там можно подкручивать струны. И все. Стоит 200 рублей тоже. Выбрала зелененький цвет. Смотрите, какая прикольная. Так, батарейки нам нужны засунуть. Блин, тут надо развернуть еще эту, раскрутить шуруп, чтобы засунуть батарейки. Я это делаю всегда ножом, потому что за отверткой нужно лезть вдальненькая. Поэтому всегда ножом. Честно говоря, я потом обратно не делаю, обратно не закручиваю этот шуруп. Здесь нужны три батарейки АА. Какие-то три батарейки нашла под рукой. Не знаю, работают они или нет. Мне очень интересно, что делает эта гитара. Всегда было интересно. Включить, выключить сзади. То есть она была включена. Музыка сумасшедшая. А подкручивать тут можно, кстати? Кстати, тут тоже. Ой, тут на одной кнопочке несколько мелодий. И просто так их выключить нельзя. Просто надо сзади. Выключил, включил, и они молчат. Смотрите, а струны, если мы подтянем? Натянем. Так, вот это плохо подтянутся. Давайте подкрутим струнки. Опа. Слушайте, я не знаю, понравится ему или нет, но мне нравится. Прикольная гитара. Все время выбираю разные цвета. Голубые, зеленые, красные. В этот раз решила ему зеленую гитару выбрать. В общем, посмотрим, как он будет на нее реагировать. Не знаю. Еще, как говорится, мысли материализуются. Помните, совсем недавно во влоге, когда я ездила к Лене в гости, я говорила вам, что хочу купить мелкий конструктор. Мелкий лего или что-нибудь, потому что моторика работает. У нас есть крупный, и он прекрасно его складывает. А у Лены в гостях он собирал маленькие. И так прикольно смотрится, когда он этими маленькими пальчиками держит, что-то вот так турит. Я думаю, надо купить. Захожу в фикс прайс. Та-да-да-дам. Причем там разные есть цвета. Вот здесь вот желтый, зеленый, синий. А там были еще и красный, и фиолетовый. И вот так вот они все вперемешивают. Они маленькие. Супер вообще. Ну и вот пацанитка будет брать вот так вот. И вот так вот пальчиками маленькими вот так вот складывать, что-то лепить там между собой. Вообще просто. Спасибо фикс прайс. Лего такая бы штука, стоило в нормальных денег. А это стоит всего 99 рублей. Понимаете? И вот, ну блин, ну разве не классно? Купил за 99 рублей, и не жалко, если ребенок не будет в это играть. А когда ты покупаешь что-то за тысячу, полторы, две, три, лего вообще огромных денег стоит. И ребенок в это не играет, а бить на ёптель-моптель. Ой, радости сколько. Класс? Ура! Маленькие. Да? На, играешь. Деньки, я также, кто-то мне из моих подписчиц, кстати, написал. Я, помните, говорила вам, что это калькулятор. Калькулятор. Ну, я не смотрела, не читала, просто увидела, мне показалось калькулятор. И я говорю, калькулятор. Потом мне уже написали, что это касса, не видно, что это касса. Но мне не было видно, потому что такое маленькое окошко здесь, понимаете? И я как бы вот на такой кассе никогда не работала, может, работала давно-давно. Уже забыла, как выглядит касса, простите. Не признала сразу. Но я решила пацану взять, потому что одна из моих подписчиц говорит, вот, денежки, которые ты покупала, как раз-таки он может туда складывать и играть. Я его решила взять, тем более он любит нажимать кнопки. Если там сейчас будут циферки или нет, то это вообще будет очень клёво. Смотрите, вот такая вот касса. Здесь открывается. Сюда можно денежки складывать. Ой, вообще кайф. Смотри, кнопку. Та-дам. Класс. Так, батарейки. Нож. Снова нож. Кстати, вот эта гитара, она, в принципе, и функционирует, и без батареек. В плане струны музыка идёт. Так что, если вам музыка сильно надоест, то вы сможете вытащить батарейки, чтобы ребёнок вас не мучил этой музыкой. И пусть просто играет одними струнами. Кстати, вот здесь не защёлкивается, поэтому нужно обратно шурупчик закрутить, иначе потеряем всё дело это. Вы слышали, пикнуло? Денька будет счастлив, вообще. Он мало того, что любит калькулятор, а эта штука. И эта, глядь. Чё придумаю для детей? Охренеть. У меня не было такого в детстве. Вообще, охренеть, штука какая. Ой, офф-он. Тут ещё офф-он есть. Та-дам! Офф. Короче, классная штука. Не буду вытаскивать батарейки, в это он будет играть. А здесь карту можно проводить, смотрите! В общем, мне так нравится. Красота. Я думаю, Деньке тоже очень понравится. Так, ну и последнее, что я приобрела, это тоже из новиночек. Вообще, просто невесомые вот такие штучки. Я взяла сразу две, потому что я знала, что мне понравится. Я решила взять два ярких вот таких вот. Это слаймики, да? Шариковый пластилин. А, нет, это не слайм. Это шариковый пластилин. Давайте затестим. Откроем. Попробуем. Пахнет клеем ПВА. А вот так вот выглядит. Слушайте. Прикольный. На слайм очень похож. На ощупь липковатый. Боже! Какой он классный. Он немного сладеньким даже еще пахнет. Блин, он такой классный. Короче, нужно аккуратно с этим делом, потому что если его сильно прям, знаете, распотрошить, вот между ним еще, знаете, вот я не знаю, покажу вам, нет? Рассоединяешься и такой идет, ворсинки такие идут. Не знаю, видите вы, нет? Тянется клеем или что-то. Но он очень крутой. Я не знаю, как дынь. Ой, даже на волосах, гляньте, какие-то ворсинки. Даже на руках какие-то ворсинки остаются. Вот если вы такой возьмете, это вверх оно идет. Вверх идет. Очень что-то легкое, невесомое, и оно идет вверх. Мне кажется, для детей это вообще не кайф. Он же может этим дышать. Вот он будет играть и дышать. Вот, смотрите, я растянула сейчас. И вижу мелких тысяч ворсинок. Они все поднимаются вверх. Они очень легкие, и их можно вдыхать. А, они идут вверх от того, что я говорю, и вот воздух. Ну вот, вот просто вообще что-то в пространстве будет вот эта херота лететь. Мне кажется, я, наверное, Дэни не дам в это играть. Нет. Как бы она прикольная, она классная. Немножко шарики остаются на руках. Может, видите, да? Вот этот клей весь остается на руках. Не клей, знаете, как бы, в общем-то, руки нормальные. А вот, не знаю, это надо попробовать, чтобы понять, о чем я говорю. Очень сложно передать. Будут эти ворсинки везде, потому что даже вот они у меня сейчас. А так как дети мнут эту фигню, да? Это вообще, ну, не. Вот оно, просто руки раз, подвигаешь на свет, смотришь, и куча-куча вот таких волокон мелких, невесомых. Так что вот такая непонятная, непонятный такой пластилин, мне кажется, нормальный пластилин будет намного лучше, безопаснее и полезнее. Вот, ну, зеленый тогда не буду открывать, все то же самое. Даже не знаю, кому задарить. Ну, как бы, я подарю кому-нибудь, или себе оставлю, но мне не нравятся вот эти волокна. Я первый раз такое вижу, в слаймах такого нет. Я не знаю, что это за волокна, и мне что-то, кажется, не застывает. Вижу еще. Всегда остается мягким, то есть не обязательно держать его внутри. Но эти волокна что-то мне вообще не прощают. Все, мои хорошие, покупочки на сегодня закончены. Скажите, что вам больше всего понравилось? Скажите, да? Ну, рамки, рамки как? А душик, душик вообще супер. Акаса вообще, да, вообще, блин, супер, мне нравится. Ставьте лайк моему видео, подписывайтесь те, кто еще не подписан, а я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok